Эти редкие кадры сохранили моменты, когда восточный форт, достаточно непростое оборонительное сооружение, пострадал после немецкого обстрела в 41-м. Героическая история обороны объект имел особое значение. В случае войны здесь должны были остаться лишь отдельные подразделения. Однако планам не суждено было сбыться. И в оборонительном сооружении укрывалось около 400 человек. Об этом и о многом другом уже совсем скоро расскажет посетителям новая экспозиция. Площадь будущей экспозиции составляет около 420 квадратных метров. Экскурсоводы посчитали, что на прохождение исследовательского маршрута понадобится около полутора часов. За это время гости смогут подробнее познакомиться с внутренним и внешним состоянием Восточного форта. Кстати, именно этот объект стал последним оплотом для защитников цитадели. Здесь укрывалось около 400 человек, а героическую оборону возглавил легендарный майор Петр Гаврилов. Идея сделать на базе Восточного форта музейную экспозицию была у сотрудников мемориала достаточно давно. И когда появилась возможность воплотить эту задумку в жизнь, все силы были брошены именно на этот уникальный объект. Строительная работа, вы видите, практически уже закончена. Несмотря на то, что еще голоса строителей слышны, еще какие-то стуки, может быть, строительных инструментов слышны. Но работа полным ходом идет по созданию экспозиции. Не здесь, не в этих стенах, но и на территории Минска. Потому что исполняют какие-то проекты, я имею в виду дополнение к постоянной документальной основе классической, в образах каких-то новоделах. Все это продолжается и в какой-то последний момент оно все будет перенесено, собрано и представлено потом в экспозиции постоянных семи залов. Пять залов – это с левой стороны. И два зала, открытые для посетителей в прямом смысле слова, будут здесь, в внутреннем дворе, или, как мы говорим, дворике иногда, Восточного форта. Не забывая о легендарной судьбе Восточного форта в 41-м, стоит сказать и о том, что укрепление является в целом достаточно интересным элементом фортификации. Будущая экспозиция расскажет и об этом, а еще о том, как непросто пришлось защитникам цитадели. В одном из залов планируют даже воссоздать импровизированный лазарет. Но особое место займет в экспозиции знамя 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 42-й армии. Во внешней казарме вот этого Восточного форта в 1956 году найдено было единственное уцелевшее с тех времен боевое знамя части 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, которое сегодня является уникальной реликвией всего мемориала. Многочисленные фотографии, экспозиции о судьбах женщин, тематический блок, посвященный легендарному защитнику крепости Петру Гаврилову, все это наполнит отремонтированные залы уже совсем скоро. Работы идут согласно графику, поэтому открыть экспозицию администрации мемориала планируют уже в июне.